МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил активизовать намагания на завершальном этапе восиньских полевых работ. Отповедные доручения юндаус сёння подчас рабочей поездки в Клецкий район Минской области. У ближайшие дни аграрем ясше треба выканаць вяликий объём работ. У тым лику по завершении сяубы азимых – уборцы огороднены и кукурузы. Особливую занепакойность керавник державы выказал в связи с темпами работ по уборце кукурузы на Силас. Что тыжится сяубы азимых, президенту доложили, что ответные работы по краине будут у основным завершены до четвертого кастрычника. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля открылся центр подлеток. Он створен в рамках проекта ЕС «ААН Белмед», который финансуется Европейским Союзом. Бесплатную и головную анонимную допомогу у им смогут отримать подлетки, которые сутыкнулись с проблемами переходного возраста. На открытии побывали наши корреспонденты. Подлетковые суициды, правопорушения, алкоголизм, коренья и конфликты с одногодками. Специалисты отзначают, что основным до этих негативных зъяв схильные дети, у которых серьезные проблемы у семьи, и каким не хапая уповненности у себя. Допомогу в решении этих проблем повинны оказать у центра подлеток. Он разместился на базе Гомельской центральной городской детячей поликлиники по улице Мазурова. Сюда молодец сможет звернуться за консультацией, порадойти подтримкой по пытаниях здоровья и проблемах переходного возраста. Працовать будут шесть специалистов – у тым лекупсихолог, педиатр и психиатр-нарколог. Это сёмая подобная установа у Гомельской области, 55-я Украине. Усе функционуют у системы аховы здоровья, однако работа у них организована не по схеме традиционной поликлиничной установы. Вельми важно то, что мы отчиняем в этот молодцевый центр. Он должен стать притулком для молодых людей, где они могут найти поддержку, где их не будут регистровать, не будут попракать в участии, не будут задавать пытания, чему вы так себе поводите. Это то место, где они могут затримать саду помогу и где их, конечно, могут научить поводить себе больше отказно. Но перед ними не будут махать пальцем и им не будут читать лекции. Отримать консультацию у центра подлетки могут целиком анонимно. При этом звернуться за допомогой до специалистов можно и празинтернет по скайпе. Те отримать консультацию по телефоне. Нумер вы зараз башите на своих экранах. Альбо прийти особиста по адресе Мазурова, 10 В. С 8-ми годин раненца до 16-ти. Мне очень хочется, чтобы это действительно стал центр, куда можно прийти и идти с ответами на вопросы. Со своей стороны, я хочу сказать, что вот сейчас, пока пообщавшись, еще увидев все, что сделано, очень важно это все сохранить и развить. В этих кабинетах будут проходить индивидуальные консультации. Вестися информационная и осветницкая праца. При необходности неполнолетним окажут психологичную медицинскую допомогу. А кроме того, будет организовано научение специалистов и инших медустанов. На створение центра выдают кавана около 9 тысяч долларов. На этой сроке набытое медицинское обсталявание, мебли и компьютерная техника. Я хочу сказать большое спасибо местному власти, который очень много работает для детей и подростков. Спасибо директору, спасибо городскому и областному власти. До речи, у нашей краине за пушний год отзначенный рост с воротов подлетка у подобные центры, больше чем на полторы тысячи. Это свечит об запотребованности установ и эффективном формате работы с молодью. Тому их сетка будет пошираться. В ближайший час у Беларуси откроются еще две подобные установы. Ганна Ковалева, Максим Савин, Максим Славин. Телерадио компания «Гомель». Депутаты Гомельского городского совета сегодня обмерковали шляхи удосконаливания работы жилево-коммунальных предприемств. Особливая увага звернута на повышение якости оказываемых послуг. Новые накерунки работы гряны у сюжете Олега Сентюрова. Жилево-коммунальная господарка – сфера, якая закранная интересы у всех без выключения. А там и процессы, якие у ее отбываются, завсюду выкликают повышенный интерес. Например, с обеспечением пятной водой. Уже в некоторых годах у «Гомеля» она поступает выключенность подземных крынец, что повинна гарантовать ее якость. Разум с тем, как 60% городского водопровода сношено, что в любой момент может привести до аварийной ситуации за включением подачи воды. Заменить его за свой кошт водоканал максимум не имеет. Тем больше, что поколь населится, получая послуги не в полном объеме. Что день полмиллионный гомель споживает 93 тысячи кубометров воды. В разлику на кожных жахара отрываются ниже 200 литров. Это достаточно великие объемы. Причем якость этой воды контролируется постоянно. Прикладно по 60 показчикам. Под рабоевого досконаливания и системой перепросовки коммунальных отходов. Сегодня у коммунального монетарного предприятия «Спецкоммунтранс» денежая участок, где со смети вырабляют корыстные речи. Але по причине высокого кошта электроэнергии, поколь гэта ивотворчись особливого прибытку не приносить. На «Спецкоммунтрансе» сподяется, что ситуация изменится зубедением в эксплуатацию белорусской атомной станции. А причатого тут агучуясь перспективы повеличения объема перепросовки коммунальных отходов у два разы. Гэта дозволить досягнуть европейского узровня, где скоростью выкористовывается до 80% сменте. Чтобы увеличить процент использования отходов, нужно строить мусороперерабатывающий завод, который будет производить РДФ топливо, так называемое. Тогда процент использования гораздо повысится. РДФ топливо – это мусор от топлива для цементных заводов. То есть, чтобы не использовать уголь каменный на цементных заводах, вот это РДФ топливо будет использоваться. Особливая увага депутатов городского совета жильевой сферы. Зараз на Гомичине наличивается маль 9700 домов, кожаные пятые, за яких знаходятся образные центры. Их обслугование справа достатково затратное, а тому и наракание в отношении с Вахапаем. Пытания притягнения организаций, яке не уходить у систему державной жилево-коммунальной господарки, разглядаются, а лепокуль широкого распосюживания. Такая практика не отримала. Безусловно, все зависит от денег. Если будет достаточное количество средств, всем будет на этом рынке услуг, скажем так, комфортно. Кто выиграл, тот и будет оказывать услуги и, естественно, получать за это плату. Что отлично самой жилево-коммунальной господарки, то тут супротив конкуренции с приватным сектором ничего не мают. У речи часто же храм соправды больше выгодно звернуться у недержавные предприемства. Не выключены их уделы и у приведения капитальных ремонтов. Тем больше, что тут необходимо шматачаху зарабить. По нормативах, зараз необходимо ремонтовать домы, яке узведены у 80-х годах. Насправе у парадок не приведена еще частка жилья в 60-х годах забудовым. И хоть объемы обовязковых работ, которые выполняются при час капитальных ремонтов, скоротели, зарабить все не поспевают. С наступного года тут ждет еще одно новое уведение. Когда ранее на капитальный ремонт одного дома отводился 12 месяцев, зараз 3, то теперь этот термин будет скорочен до 30 дней. Правда, это без улики подрихтовщих работ. Это связано с организацией подрядчика. Конечно же, он должен привлечь более активно свои людские ресурсы, материальные ресурсы. Должны работать здесь наиболее ответственные строительные организации, которые могут обеспечить вот этот минимальный срок капремонта. Дуяновский дом-интернат для состарелых и инвалидов Иснуя с 1981 года. Зараз тут живет 266 человек. Пенсионеры, инвалиды, пеши и другой групп. 95% из них одинокие. У них нема не только родных, а и уластного даху над головой. Тому дом им заменило миновито гэтое место. У немногих есть и дети, и унуки, а леяны чамусти не спешаются наведать родных. У одных нем ожидания, у инших махчымасти. Как сложилось в вашей жизни, что вы попали сюда? Ой, это судьба. Знаете, рок. Тяжко по этому вспоминать. Я прожила 35 лет в Ленинграде. Сама я с Белоруссией. Закончила 11 классов, поехала в Ленинград. Устроилась на работу, училась. Но вышла замуж. Ну как, не сложилось с первым мужем. У меня есть один сын. Он живет в Ленинграде. Но у него тоже судьба сложилась. Так что жена умерла у него от рака. Больше никого у меня нет. Никого нет. Какие родственники были, тетя была. Там все умерли уже. Все никого нет. Я одна тут. Светлане Адамовне 76. Тут я на живе 3 с половой годы. Ее сусед папа версер Игор Алексеевич уже 8 годов. Так само по воле лёцу застался на улице. Тады пожиломушина не мог самостоянно ходить. Коли трапил сюды, дякуючим медикам и иншему персоналу установы, усёж таки устал на ноги. Первые дни я совсем слабый был. Он же приехал на костылях. Ты уже говоришь, что с ногами плохо. Было плохо на нервной почве. Это всё было. Ну, потом понемножку, понемножку. Привыкать, конечно. Туда-сюда привык. В обществе. Мне хорошо, в чём помогло в основном. Когда я на ноги уже встал, нормально начал ходить, начал участвовать в художественной самодеятельности. Поём. У меня 5 грамот. Есть подчёртвы, лежат в моей комнате. Напереды дни дня пожилого человека. Активисты притягивают увагу громадства до их проблемы и своими силами мкнуться до помахчим и морально подтримать. Так, напереды дни першика кострышника. У Дуяновский дом-интернат приехали студенты и школьники. Волонтёры «Руху. Доброе сердце БРСМ». У рамках акции мы выбираем допомогу пожилым людям. Яны организовали святочный концерт, мини-латерею с уручением подарунков, срубленных руками першоклассников. Они все, к сожалению, имеют семью, родных и близких, которые могут за ними ухаживать. Поэтому наши волонтёры по зову сердца на благотворительной основе посещают этих людей. За чашечкой чая где-то общаются, где-то помогают по дому. Это всегда очень в радость. До акции мы выбираем допомогу пожилым людям. Долучились около 400 волонтёров по всей Гомельщине. Их силами будет организовано около 40 доброчинных мероприемств. А кроме интернатных установ, волонтёры наведают пенсионеров у их уластных домах, допомогут подрыхтовать хатные господарки до зимы и доставить скермашов на быту Городнину. Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У гэтую субботу у Гомеле пройдёт святочное мероприемство, присвеченное Международному Дню Глухих, под назвой «Ты один из нас». И оно распочнётся завтра, а в 18-й године у филиале Центра инклюзивной культуры по улице Юбилейной, 48. У фойе ДК «Випра» разместится выстава работ на буршенца у студии, выявленных о мастатстве «Палитра», а так сама выстава гомельского фотографа Сергея Иванова под назвой «Жытьё у объективе». Далее программу протягнет святочный концерт с уделом творчих коллективов Центра и забавляльная диско-программа с гульнями и конкурсами. Головное мета мероприемства – притягнуть увагу громадства до проблем инвалидов по слыху и организации их вольного часу. Центр инклюзивной культуры позволяет людям слабослышащим, со зрением, у которого проблемы есть, с ДЦП люди, чувствуют себя полноценными, полноценными в нашем обществе. И это позволяет через наши концерты донести, что мы творческие, интересные. Концерт бесплатный, поэтому приглашаем всех желающих. Угомельский палацово-парковый ансамбль представил экспозицию, присвеченную 100-годзю Кастричницкой революции. Проект складается с двух тематично объединенных выстав. Первая зала – Кастричник, люди и лесы, рассказывает про исторические подеи, которые отбывались в Гомеле в 1917-1924 годах. Тут можно доведаться больше про политические парты и настрои гомельчан на передании Кастричницкой революции. Про грамадзянскую войну и строкопытовский мятеж. Про военный коммунизм и НЭП. Сиротца правды уникальных экспонатов – узоры грошовых одзинок, которые были распаусюджены на территории Былой Российской империи в период грамадзянской войны. Купюры на тканине и редкие грошовые знаки, выдающиеся в Гомеле в 1918-м году. Суседняя выставочная зала – от коммуналки до хрущевки – это максимально докладное для устраивания интерьеров другой половы 40-х, в начале 80-х до 20-х годов. Миновата тих, у которых жили звычайные советские грамадзяне. Экспозиция демонструя бытовую технику и меблю и разные иншие знаковые предметы советской эпохи. Здесь мы показываем реальность, действительную реальность 60-х годов с той обстановкой, которая была свойственна, характерна для этого периода времени и теми бытовыми предметами, которые окружали человека в этот период времени. Команда Гомельской в области стала переможцей открытого огляду конкурсу профессийного майстерства супрацовника у Департамента Аховы Беларуси с поборництва, яке проходили у Гомеля, завершилися сёння. Лепших вызначали на протягу 5 дней. Конкурсная программа была складена таким чином, как у дельники у Себакова проявили свои профессийные и особистые якости. Теория, огневая и физичная подрыхтока с поборництва кинологов и водителям. А так само комплексные конкурсы, где у дельники демонстровали взаимодействие в команде при затремании злочинцев. У этой дисциплине первое место засталося за господарами Гомельским областным управлением Департамента, як дарыша и перемога у агульным залику. Головный приз огляду конкурсу службовый автомобиль. Победа гомельской команды это показатель степени их подготовленности в теоретическом плане, в готовности к тактическим милицейским действиям, в слаженности, в умении управлять автомобилем. В общем, очень много факторов, от которых зависит победа. На этом выпуск завершен. Усяго доброго и до встречи у эфиры.